Мы с вами пришли к некому выводу, который нас с вами натолкнул на определенные размышления. Смотрите, у нас существует неких два вида людей. Одни любят заключать с делки, другие любят выполнять обязательства. Одни знают конечные результаты, другие должны обладать интеллектуальными активами. Именно поэтому возникает такая дрянь горизонтальная, которая называется что? Бизнес. Партнерство и все остальное. Природа этого всего вот в этих вот что? Явление. В этих явлениях. Понимаете? О чем идет в общем-то речь? Человек любящий заключать сделки и понимающий конечный результат. Объясняющий конечный результат. Например, скажем так, это вот этот тип. Брак, лев и дева. Они видят конечный инцидент, КАИ, и любят заключать сделки. Ведь эти люди, что любят заключать сделки и обладают интеллектуальными активами. Любят заключать сделки и обладают интеллектуальными, или стремятся обладать ИА. Эти люди любят исполнять обязательства и понимают конечный инцидент. Эти люди любят исполнять обязательства и понимают, что конечный инцидент. Эти люди любят исполнять обязательства и обладают что? Интеллектуальными активами. То есть любят исполнять обязательства и стремятся обладать интеллектуальными активами или что? Или имеют их уже, да? Стремятся обладать интеллектуальными активами. Смотрите, итого у нас получилось по три красавца. Понимают конечный инцидент и любят заключать сделки. Один, два, три. То есть дева, рак, лев. Раз, два. То есть понимают конечный инцидент и любят заключать сделки. Любят заключать сделки. Раз, два, три. И обладают что? Интеллектуальными активами. Оин, телес, близнец. Любят исполнять обязательства и понимают конечные результаты. Весы, скорпион, стрелять. Любят исполнять обязательства и стремятся обладать интеллектуальными активами. Рыба, водолей, козыр. Есть ли будет? Получается по три знака задяг. Обратите внимание. Все системы выполнения задач, согласно теории Маккарова, не обладает ни один из людей с рождения. И от того, с кем он общается, или куда он тянется, и с кем он взаимодействует, с кем он партнером, зависит что? Удачная его жизнь или не удачная? Понятно, да? Обратите внимание на первый треугольник. Овин, весы, рыба. Что мы имеем? Овин, обладающий интеллектуальными активами, любящий заключать сделки. Весы, любящие, смотрите. Обязательства выполняют. Обладающие понимающие конечные инциденты. И рыбы, любящие выполнять обязательства и стремящиеся к обладанию интеллектуальными активами. Соответственно, вы видите, при сочетании таких трех людей мы получим что? Очень работающую фирму. Очень работающую фирму. То есть, таких три партнера или два партнера дадут очень хорошо, солидно работающую фирму. Через какой-то промежуток времени, после начала их партнерства. И если мы посмотрим на других товарищей, то некоторые люди кричат, ну ничего с собой не делают. То есть, ребята, мы сейчас с вами разговариваем о горизонтальной системе разума. То есть, мы имеем в виду разум. От рождения человек учился в школе, живет в солнце. Они встречаются, не соответствуют этим треугольникам или не соответствуют. Вот представьте себе, в фирме существует, ну например, парицы какой-нибудь телец, рак и близдец. Подписайте, что будет в фирме. То есть, все они любят заключать, что сделки. Кто-то из них обладает этим, но выполняет обязательства в этой компании что? Некому. То есть, с клиентами этой компании на первом этапе будет что? Все в полном порядке. Но очень скоро все клиенты сбегут с этой фирмы, потому что и с ними никто что? Не за них. Морится. Понятно? Понятно, да? Что бы мы, если мы не вмешиваемся в прикладную науку? Если мы не начинаем это все? Понимаю. Вспомните какую-нибудь компанию, вспомните какую-нибудь компанию, где вы видели бардак. И поставьте, что, как бы диагноз теперь. Смотри. На ту фирму, где ты работала. Там был Близнец, Рак и Овен. Как там фирма работает? То, что я сейчас описывал, да? Все заключают... Эти трое заключают контракты. Один является хранителем интеллектуального актива в виде психотерапии, саентологии. А с клиентами работать что? Некому в фирме. Просто. И фирма постоянно что? Находится в состоянии чрезвычайного положения с точки зрения Хаббарда, да? Там один единственный из директоров был Стрелецом. Это единственная компания, которая тянула весь холд. Ну вот уже написано. А кто исполнял обязательство? А они тратили деньги, которые зарабатывал Стрелец. Да. И зарабатывала, а отрабатывала. А отрабатывал, точнее. Зарабатывали они? Как раз зарабатывали они? У нас же еще есть диагонали. Есть. Пока мы до нее не дошли. Нас она пока не интересует. Есть и диагонали две. Есть еще две диагонали. Пока они нас не интересуют. Почему? Потому что они к бизнесу отношения что? Не имеют никакого. Мы рассматриваем только бизнес вещи. Деловой мир. У нас нет. С вами вещей, связанных с лицами. Понимаете, да? Вот такая вот начальная вводная стадия в теорию Макарова. Следующая тема, о которой бы я с вами хотел, у меня осталось как раз 30 минут, 35. Я хотел с вами поговорить. Эта вещь называется о капкане. Дело в том, что на пути человека, вот здесь, Макар говорит, существует капкан. Дом капкан состоит двигательный, лингвистический и мысленный. Мысленный, да? То есть, существует капкан мысленный, двигательный и лингвистический. Кстати, давайте я вас немножко развею, пока мы до капкана не дошли. Посмотрите, это же тоже чья-то система, да? Вопрос чья. То, что мы изучаем здесь, это система что? Славянская, да? Некая. Притом она жреческая, эта система. Потому что ту прикладную науку, которую мы изучаем, я реставрировал жреческое направление. Славянское. У нас даже сечь жреческая, единоборство в самом себе. А вот эта система чья? Это тоже жреческая система. Ее полная противоположность той, что мы изучаем. Это система среднеатлантическая. Жреческая. То, что мы изучаем, это изначальная традиция, а это среднеатлантическая, понимаем. Жреческая. И у них своя система. Юль, прятую дверь. Проветрится. Жреческая. У них своя система жреческая. Похожая, как вы видите, что? Точно на изначальную традицию, только мы имеем дело, что? С некой горизонтальной системой, да? Видите, да? Неким циклом горизонтальным. И вы видите, как разложено, что? То, что у нас в объеме, в трехмерном пространстве. Изначально, да? В глобусной системе координат. Здесь плюс куда-то до чего? До плоскости, да? Вся наша глобусная система координат здесь плюс куда-то до плоскости диапазона. Видите? О чем речь идет? Вся система нашей глобуса, под глобус наш. Изначальной традиции, он здесь плюс тут с обоих сторон, надавлено на полюса до плоскости. Плоскость повернута под 45 градусов, и мы видим некий циферблат, то есть часы. Это среднеатлантическая что? Традиция. Это среднеатлантическая традиция. Это жреческая среднеатлантическая традиция. Это как раз элемент с жреческой среднеатлантической традиции. Диагностика и все остальное. Диагностика и ориентина. То есть, вот, обратите внимание. Разве он... Можно быть терапевтом, врачом? Ни в коем случае. Почему? Он с ума сойдет. Просто сдвинется мозгом. А хирургом? Конечно. Когда речь идет о движении на что-то, он ну это что? Очень даже нравится. Если он это умеет делать. Помните, там еще зависимость? Это не интеллектуальная актива. Стремление иметь, интеллектуальная актива. Если же что? Это сидеть, ждать на приеме людей, пока они соизволят припереться. Или их куча приперется. Он очень быстро, они начнут что? Надоедать. Обратите внимание. Я очень хорошо умею лечить все психиатрические заболевания. Вы видели, сколько раз. Не проходит до 10 минут, и больной человек становится здоровым. А то за одну секунду, за один щелчок пальцем. Почему я не стал знаменитым психиатром или психологом? Я ненавижу проводить приемы просто миниатипы от этого. Я просто ненавижу. Помочь человеку на коротке, посадить его перед собой, за одну минуту привести. Вот так. Это я могу. Но сидеть, ждать, пока оно придет. Пока я буду вот это все делать. Проводить мурасту, проводить мутло, проводить мутло. Это все не про меня. Обратите внимание, с каким удовольствием это делают весы. С каким удовольствием они это делают. То есть дай весам в руки. Поставь, скажи, сформируй конечный рецидент. И вот тебе инструмент. И больше не надо ничего. Они сами все делают. Все делают. Вот Марина Вирославовна сегодня этому привела. Как она ненавидит заключать контракты. Вы видели, да? Сколько времени. И как ей нравится делать вот это. Конечный результат. И выполнение задачи. И мы сразу же, да? С вами видим некую жреческую, среднеатлантическую традицию. Оттуда пошла астрология. Оттуда пошла вся остальная фигня. Наши предки изначально, они занимались что? Астрофизикой и астрономией. И еще кое-какими науками. Геометрией специальной. Ну и всеми остальными. А эти красавцы занимались астрологией, да? И алхимией. То есть чем? Веществом, да? Изначально. Видите, да? Разницу. Почему? У них система какая? Горизонтально вращающаяся, плоская. Очень легко увидеть. Обратите внимание, Юрий, иди сюда. Вот картинки, которые я накопил. Перед вами система, перед вами система, которая как бы показывает всю скандинавскую мифологию. Мир посредством устройства скандинавской мифологии. Идите сюда, обратите внимание на экран. Похоже ли это на то, что я вам сегодня нарисовал. Совершенная точная копия. Да? Обратите внимание теперь, как мир выглядит, как мир выглядит с точки зрения изначальной традиции. Древо. Древо. Миро. Вид. Лид. При этом Бог славянский род Там на доске вы можете посмотреть Сбоку выглядит точно так же Видите, да? То есть система, которую мы смотрели с вами только что Вот такая вот Она свойственна что? Жреческой среднеатлантической традиции А Вот такая система Она Свойственна чем? Изначальной Традиции Той, которую вы называете гипербористской традицией Видите, да? Присаживайтесь Я вам как раз показал Разницу, да? То есть обратите внимание Мы видим некую скандинавскую мифологию Которая показывает, что мир устроен При помощи вот таких девяти миров Начиная от Йотенхэма И заканчивая Митгардом Асгардом И так далее Такая система Она свойственна что? Среднеатлантической традиции Плоской Не глобусная Не глобусная Глобусная же система Свойственна что? Изначальной традиции Притом Ответы на вопросы Дает что та традиция Что та традиция Одинаковые Вы видите Просто делается это Разными способами У Среднеатлантической традиции Преобладает Энергетическая работа То что мы здесь и видим Блок энергии Да? Плюс резонанс Ау Так сказать Изначальная традиция Преобладает Какая работа Полнодиапазонно-резонансная Полнодиапазонно-резонансная В принципе Все одно и то же Все одно и то же Обе традиции Славянские Обе славянские Просто Одна Имеет один уклон А другая Другой уклон Вот давайте смотреть А какой уклон Имеет Вот эта система То есть кто ее создал Вот смотрите Обратите внимание Она скандинавская Дорийская То есть это воинская система Это воинская система Видите? Это воинская система Она Дорийская У них и боги-то все Вы помните Тор Да там и так далее Все воины А вот эта хрень Она какая? Жричья Скай Да? То есть здесь Мы имеем полный Как бы диапазон То есть Можно сразу сказать Что вот эту систему Создал воин Почему? Воину разбираться Для удобства Воину разбираться В этих Тонкосплетениях Этих жрецов Совершенно неудобно По причине того Что? Ну у него другие задачи В жизни у воина У правителя у воина Нужно быстро принимать Что? Решение Быстро делать Выводы Быстро Что? Делать выбор Безошибочно Да? Поэтому Некая добрая душа Всю славянскую традицию Свело вот в некую Что? Параболу Которая позволяет Только глянул Сразу принял решение Эта система Позволяет что? Использовать Очень высокие скорости То есть Эта система Работает что? Со скоростью Это скоростная система Вот когда мы видим Пирамиду с глазом Этих Масонов Этот символ Никто не знает Что он означает Этот символ А Символ Расшифровывается Девшифровывается Дословно Я управляю Скоростью Я управляюсь Теперь смотри Вот эта вот Жреческая Система Была приведена В некий воинский вариант В некий воинский вариант Для чего? Чтобы удобнее было Что? С ней работать То есть Войну глубина То есть Войну Проникновение В тайну Не нужно За него в тайну Должны проникать Жрецы Да? И А Вот Систему Себе Сварганить Для работы Удобность И знания Жрецов Это воины Что? Завсегда Недаром Среди них Были те Кто с остальными Глазами Дарийцы Да? Они что? Инженеры И они Сварганили Инженеры Эту что? Систему Очень удобно Для своих Собратьев Которые Что? Занимались Воинством Воинством То есть Как бы Ну то есть Где кто В походах Участвовал И так далее Они себе И сварганили Эту систему Видите? То есть Воину Не надо Лезть туда Проникать В тайну Думать О смысле Бытия Он и так Знает Что? Саша Конкретную Вещь Кого Куда Использовать Как Управлять Армией Да? Как Управлять Государством Поэтому Вот Эта Модель Лежит В основе Что? Сегодняшнего Нашего Мира Потому Мы так Активно Хлопали В ладоши Что все Соответствие Действительности Ничего Удивительного Она ведь Создана Недаром Все говорят Бизнес Это война И бизнес Создали Кто? Воины Изначально Когда Стали Кем? Правители А помогали Им Создавать Этот бизнес Кто? Правильно А все Это верно А потом Началось Что? Общественные Деятели Решили Что Раз Они Помогли Воинам Создать Бизнес То Воины Они Тупицы Чеславные Да Мы Заберем Всех Клиентов Себе А Воинов Что? Заставим С нами Считаться Так Разникло Производство И Продажи Все Вы Сейчас И Видите Дистрибьюторские Компании И Производство То Это Говорит О чем? О том Что Воины И Общественные Деятели В определенный Момент Времени Что? Поссорились Между Собой Дарийские Воины Сказали Вот Продукции У вас Не будет А Общественные Дети Сказали Вот Клиентов У вас Не будет Тогда Для вашей Продукции Да? Тогда Что? Они Собрались И договорились В один Прекрасный Момент Времени Что? Те Не лезут В сферу Торговли Так Возникла Дистрибьюция А Эти Не лезут В сферу Что? Производство И технологий Которым Дарийцы Очень охоту И беют Так и возникла Необходимость Друг в друге Горизонтальная Да? При этом Что? Жрецов Отправили Куда? Они обои Всем мешают Да? Эти гады А Чудры и выдры Должны были Работать Где? На заводах Это наемные Рабочие Вот так Формировалась Наша С вами История Где мы С вами Все и жить Вем И все это На базе Вот этой Хрени Которую Я вам Начертил На доске То есть Обратите Пожалуйста На это Внимание Давайте Поговорим Двадцать Минут О том Капкане Которую Идет Респот Макаров Следовал Что каждому Человеку На земле Поставлен Капкан Притом Он и Мысленный И двигательный И лингвистический И лингвистический Хочется больше всего Делать В жизни Двигаться Хочется Он же двигательный То есть На Всему надо Двигаться Чем больше движение Тем лучше Тем лучше Абсолютно верно В этом капкан Двигательный Овна В этом капкан Ему двигаться Что Категорически Запрещено Почему Потому что Он статиков Он столб Зодиаком Первый знак Ему двигаться Категорически Запрещено Второе Ему нравится Что Быстро Говорить Быстро Выдавать Информацию Что Тоже Что Делать Категорически Нельзя Ему надо Наоборот Держать В себе Информацию Дальше Обратите внимание Мысленный Овну Хочется Быстро Все Познать Не вникая Что Детали Что Тоже Делать Категорически Что Нельзя Чтобы Досконально Понимать Устройство Нужно Уделить Этому Время Разобраться В этом Устройстве Видите Обратите Внимание Вот такие капканы И человек Это делает Что Неосознанно Ему трудно Изменить Своё Своё мнение Да В силу Вот этого А почему Ему Наоборот Не надо Это делать Юля Мы с тобой К этому Придём Вот Дельно Я прочитаю Серию Лекций Меня просили По теории Макарова Серия Это не одна Лекция Это будет Серия Лекций По теории Макарова Дальше Вот давайте Смотреть Рыб Какие капканы Поставлены Рыб Давайте Смотреть Вспоминайте Теорию Макарова Что известно Про Рыб Смотрите Они на какой стороне На исполнении Обязательств Или на стороне Да Разговоры Начну С одной Отключается Ну Ну Вот Вот И молчать Нельзя И не проявлять Инициативу Вот что И нельзя делать Да Они обычно Что Эта инициатива Лингвистическая Не проявляют То есть Они Вовремя Вопросы Задать Не могут И так далее И тому подобное Второй момент Двигатель Какая капкан У двигателя Здесь Плыть по течению Да Вот Двигаться Без Корректировки Движение Без Корректировки Третий момент Который Касается Рыб Они Что У нас Мышление Какое На себя Направлено А должно быть Направлено Куда Вовне Что-то Не соответствует Действительно Капкан Капкан Это то Что Закрыть То Что Нельзя Капкан Это то Что Хочется Делать То Что Хочется Делать Нельзя А делать Нельзя Конечно Абсолютно Верно Да То 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 Надо Какой Для себя Устанавливать Способ Действия Определенный Который Не позволяет Двигаться При этом Решает Задачу Идти На Нужен Такой Инструмен Обратите Внимание Средне Атлантическая Традиция Говорит Что Инструмент Под Человека Надо Делать Индивидуально Почему Рыцари Японские Так Любят Мечи Сделанные Персонально Для Них Персонально Для них Выковали Да Они считают Что И до моего Инструмента В Японии Прикоснуться К катане Самурая Это нанести Невиданное Оскорбление Которое Только можно Донести Читайте В эту В этот момент Время Уже Это высшая Степень Неуважения Обратите Внимание Вся Средне Атлантическая Традиция Считает Что Инструменты Нужно Делать Что Индивидуально Под Человека В силу Вот этого Капканного Ограничения Всего Вот этого Капканного Ограничения Понимаете То есть Если я Для себя Нож Делаю То у меня Нож должен быть Совершенно Определенного Что Типа Жар Если я Выбираю Способ Продажи Услуг То он Должен С одной Стороны Что С одной Не позволяет Мне Слишком Много Что Действовать И Говорить А С другой Стороны Должен Решать Задачу Связанную С Реализация С Задач То есть Идеальный Способ Действия Для Овна Это Одно Простое Действие С победой Шах И Мах В Один Ход Шах И Мах Это Для Овна Видите Горизонтальный Барабан Вариантов Вероятно Соответствует Каким-то Восьми Знакам Зодиака Совершенно Четко Как способ Горизонтального Действия Изначальная Традиция Изначально Не понимает Как можно Использовать Горизонтальный Барабан Принятие Решения У них Вертикальная Система Перехода От диапазона К диапазону Посредством Занятия Командной Позиции То есть Они двигаются Где? Вот так Вот В диапазоне У них Вот этого Всего что? Не существует У них Работа Происходит Сверху Вниз Вот так Эта штука Называется Ярт Обратите Сегодня Все Комплексы Изначальные Они какие? Вертикальные Что раструб Что сектор Что Неа Что слава Что Икс Некий Пятый Да? А Среднеатлантические Комплексы Все какие? Горизонтальные Абсолютно верно Что четко Отражает Теория Макарова Что четко Отражает Теория Макарова То есть Теорию Макарова Создали Воины То есть Дарийские Жрецы Отдали Воинам Вот эти вот Инженеры Отдали Отдали Воинам Некое Знание Некое Знание Которое Очень четко Вкладывается Что? В эту Пираметрическую Что? В структуру Вы видели Компасы Для Фэншуй Они все Горизонтальный Тип Имеют Это все Вот эта штука Прародитель Всего этого Что? Протезированного Инструмент Тария Поэтому Все удивляются Как так У гиперборейской Традиции 16-ти Тактный год Да? А у Среднеатлантической Традиции 12-ти Тактный год Как так Может быть? Очень просто У Среднеатлантической Традиции Горизонтальный Год А у Гиперборейской Традиции Вертикальный Два круга Что? По 8 У них Год Начинается С самого Верка И Проходит Вот такую Вот спираль 16 Так А у Среднеатлантической Традиции Год Начинается С Января Месяца И проходит Что? Вот такую Вот систему В 12 Так Почему? Потому что Это Вот этот Изначальный Диапазон Разложен Что? В горизонталь Понятно? Да? Упавший Вот этот Диапазон Вот Все Да Он свалился Не может Быть Вот эта Система 16 Так По причине Того Что здесь Эти так 12 Кратный Диапазон Начинается Откуда? С Автоматизма Материя Здесь Не учитывается Понимаете? Поэтому Получается Сколько? 7 Внизу И 5 Вверху И Да вот 12 Это вот 12 Материю Ты куда Считать? Ну как Будущий Да Поэтому Получается 12 Так Это Евангелие От Марка Сажено Четко Что? Он Писан Он У вас Полностью Откомментированный В видео Есть И Он Уже Марина Мирославна Сделал В печатном Варианте Комментарии Евангелия От Марка Мэй Вот А Среднеатлантическая Система Она Что? Четко Горизонтальна Не Она Сделана Что? Для удобства Для Воина Для Человека Который Что? Нужно Резко Принимать Решение Об управлении Выскай Ну не надо Думать Воль Откуда Причина Событий Ну нафиг Это не надо Он Четко Поймал Сектор Реализовал Все Времени Думать В бою Некогда Правильно? Бой Не для размышлений Бой Для действий То есть Эта система Какая? Военная Эта система Военная И создана Она как раз Вот этими Инженерами Дарийскими Воинами Вот То что Поднял Макаров Это вот Как раз Те кто Стальноглазые Это их Система Она Ту же Самую Прикладную Славянскую Науку Только В среднеатлантическом Варианте Объясняет В очень Коротком Инструментарии Который Позволяет Достигать Тех же Результатов При помощи Неспособных Людей Потому что Воины Обычно Приходится Воевать Сбродов Сбродов Со всяким Понадают Павел Понабирает Пару Объявлений Потом Я мучаюсь Да То есть Это их Изначально Родовое Они Всю жизнь Так думают Все это Ополчение Это что Сброд Помните Баллата О доплестном Рыцаре Стридись Брианде Богельбер Один Рицарь Стоит Тридцати Бродяг Сделаем Вылазку И передавим Нахрен Все Ты понял Что сказал Хотел бы Я увидеть Человека Кто смеет Со мной Так Шутить Так он Сказал На стены Проклятый Бездельник Или я вам Все кости Попереломаю Похоже На полу Улетел Очень Побру Четко Вот Один в один Да Да Становить Старайтесь Бойницам И старайтесь Чтоб каждая Стрела Попадала В цель Да Вот Павел Антир Скорпион Совершенно Точно Знает Конечный Результат И любит Что Исполнять Обязательства Любит Чтобы все Было Выполнено Четко И в срок Похоже Вообще Безошибочно Теория Макарова Ошибок Что Не дает А какие Напланы Дают Скорпа Да Сейчас Объясню Значит У Скорпиона Тоже Такая же Система Ну Во-первых У Скорпиона Как и у Всех Вот этих Систем У них Взгляд Внутри себя Направлен Вместо того Что Его нужно Развернуть Что Вовне Мышление Не о себе А внешнем Мире Для начала Второй момент Двигатель Скорпионы Очень любят Что В чем В чем Либо Ковыряться Либо С чем То Играться Вещи Это Хорошие Когда Дел Не касается Да То есть По сути своей У них Есть вещи Которые Они любят Делать И вещи Которые Они что Не любят Делать Вот Эта Дурацкая Сентиментальность Мышления Их Она Вот Шумый Брат Она Обычно Доводит До Цугундера До Нервного Срыва То есть Я Скорпиону говорю Прекратите Слушать Баб И больше Можете Ничего Не делать Вообще Других Прекратствий Нет Вот Баб Прекратите Слушать И все Они Обязательно Находят Куда Баб Которую Слушают Обязательно У них Как Вот Воду Глядел Как только Появляется Какая-то Телка Она Обязательно Им объяснит Что-нибудь Они Сентиментально Раз И Обязательно Наполят Боков Отсюда Он Павел Анкинович Другой Казах Прекратите Слушать Женщин Что-то Прекратил И все Стало Полностью Борят Нет Ну я До этого Кто слушал Кто не слушал Да А только Вообще Перестал Слушал Мелочах Бока Получались Маленькие Слушал По-крупному По-крупные Бока Я не понимал Вроде все Правильно Да Вроде все Правильно А теперь Перестал Слушать Вообще И стало Все Очень Хорошо Да Без них Если Женщина Хочет Принять Решение Это Вот Этот Тип Женщин Вот Тип Женщин Верху То есть Это Стрелец Скорпион Весы Дева Лев Ирак То есть Вот Этот Тип Женщин Они Обязняют Что Им Нужно Делать Александра Николаевна Уже Здесь Полято Да Бедняга Потом Обратите Внимание На Делу Здесь КАИ Вы Живите Да Здесь КАИ Мы Имеем То есть Конечный Инцидент То есть По сути Своей Сделки И Конечный Инцидент По сути Своей Мы Любим Заключать Сделки И Знаем Что Вам Делать Основное Мы Делать Что Не Любим Вторую Часть Марвизонского Болета То есть Вот Эту Исполнение Обязательств Исполнение Обязательств Видите Объяснить Кому Что 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 Делать Или Самому Найти Конечный Результат Задачу Какую И Все И На Этом Жизнь Вот Сектор На Ограничение Жизнь Сектор На Ограничение Попробуй Попробуйте Весы Заставить Заключать Контракты Вы Увидите Вот Эту Штуку Которая Что Видите Макарова Тайна Теории Макарова Да Не Ну Я вам серьезно То есть Он хранится В тайне Теории Макарова Обратите Внимание Вот Везде Здесь Существуют Некие Капканы Существуют Некие Капканы И Эти Капканы Они Что Мешают Человеку Реализовать Себя Все Бурю Еще Теория Макарова Она Много Что Интересней Чем Вся Славянская Прикладная Наука По Причине Того Что Она Запихивает Гипербрейскую Традицию В Инструментарий Воинский Решение Как бы Задать То есть Воину Не надо Понимать Зачем Это Что Где Почему Это Все Не Про него Ему Нужно Что Отрубленная Голова Вот Она Отлично Отрубается При помощи Теории Макарова Быстро Оценивается Быстро Отрубается Все Больше Ничего не надо Отсюда Понимаете Да То есть Вот Эта Вся Хренотень Что Я Сегодня Начертил Если Это С точки Зрения Прикладной Науки Славянской Обосновывать Нужно Шесть Месяцев Говорить Возле Доски Я Вам Это Объяснил За Два Часа При Помощи Теории Макарова Поэтому Теория Макарова Такая Эффективная Секретная Никто Ее Никому Не Рассказывает Макаров Написал Две Книжки А потом Еще Две Книжки И Они Все Грифованы Эти Книжки И Никто Не Дает И Читать А Я Знаю Просто Наизусь Теорию Макарова Так Как Я знаю Славянскую Прикладную Науку Они Совершенно Идентичны Только Я Жму Вот Славянская Прикладная Наука Вот Теория Макарова Она Среднеатлантическая Вы Совершенно Четко Видели На Рисунке Теория Макарова Это Что Как Раз Скандинавская Мифология Скандинавская Мифология Четко Асгард Мидгард Йотенхейм И так Дум Будут Это Теория Макарова Это Дарийские Инженеры Дарийские Воды А Вот Это Среднеатлантическая Система Среднеатлантическая Система Вышедшая Изозначает То есть Это Жреческая Традиция Все Жреческие Традиции Имеют Вертикальную Систему Решение Задач Только Изначальная Традиция Имела Решение Задач Сверху Вниз А Сегодняшняя Традиция Имеет Решение Снизу Вверх Здесь Тоже Самое Здесь Тоже Самое Все Тоже В чем Мы Говорили То есть Если Рассматривать Теорию Макарова С точки Зрения Эпликации Системы Выполнения Задач Интеллектуальный Актив Конечный Инциденты Инциденты Интеллектуальный Актив А капканы Одинаковые Для Левой И правой Стороны Или Для Низа И Для Женщин И Мужчин Они Разные Это Для Женщин А Каждому Знаку Зодиака Макарова Описаны Свои Совершенно Четкие Капканы Притом Во многих Случаах Это Способ Действия Потому что Речь идет О реактивном Способ Вот эта Штука Позволяет Что Работать Системой Автоматизма Человеческого Тела Без Повышения Диапазона Решения Задач Вот эта Штука Позволяет Работать Используя Системой Автоматизма Человеческого Тела Понятно Если Человек Знающий Эту Систему Встречается С человеком Который Может Работать Диапазоном Ему Что Обздец Сразу На полу Повержен Но Таких Не Существует В природе Люди Соответственно Никогда Вы с таким Человеком Не встретитесь Ни при каких Растоятельствах А встретитесь Вы точно Такими же Которые Не знают Вот это А вы Зная Вот это Что Просто Быстрее Чем они Вот и Все Вот эта Пирамида С глазом Я Управляю Скоростью А тем Кто справился За скоростью Им не надо Справляться С силой Вот и Все Вот и Все Поэтому Это позволяет Мгновенно Справляться Со скоростью То есть По сути своей Все что здесь Написано Позволяет Делать Все что Угодно И Ценность Создавать И стоимость Это вот Первая Аппликация Теории Макарова Их там Ни одна Ни две Ни десять Ну уже Из первой Аппликации Исходя Зная Наизусть Все это Я знаю Чего говорить Кому угодно Когда угодно Ну разве Можно Заставить Весы Заключать Сделки Эту идею Можно продать Весам Да у меня Целых Трое И все Заключают Сделки Только делают Они это Особенным Способом Вот эти Которые Допустим У вас Но на рынке Есть Весы Да знаю И они делают Это тоже Особенный Способ Никогда Не поверю Что Весы Заключат Сделку Сами Не поверю В жизни Покажите Мне хоть Одно Еще не Разбираться Серьезно Выяснится Что Там все Не так Просто Мы Выбираем С вами Коллега Совершенно Разный Под разными По разному Понимаем Слово Сределка Для меня Это Пошел Нашел Капана И завалил Это сделка Для меня Лично А для Весов Это не Сделка Вообще Понимаете То есть Тут еще Разное Отношение К слову Сделка Вот Например У меня Есть Враг Который Возил Всю Жизнь Документы На Подпись Секретарь И Потом Написал В СС Вот Такую Перечень Как Он Заключал Сделки Отношение Отношение Слова Сделка Так Вот Поэтому Не найдете Весов Дни Одней Которые Сами Могли Бы Заключить Сделку От Рождения Все Заключать Сделки А Им Сем Сложно Разве Можно Вот Как Будет Давайте Попробуем Попробуем Применить Это На Практике Ну Смотрите Вопрос Возник Ну То есть Понятно Что Когда Витя Оксану Николаевну Леву Кировоград Ученый Изменяет Сценарий Обратите Внимание Да Чего Она любит Заключать Сделки И Вставлять Свои Конечные Инциденты И все Мои Конечные Инциденты Они Какие Неправильно Меняется Конечный Инцидент Мгновенно Меняется Сценарий В обратном Порядке Мы Все Что Думаем Что Она Специально Меняет Сценарий Она Не Меняет Она Изменяет Конечный Инцидент Что Влечет За собой Изменение Сценарий Сколько Мне понадобится Завершить Диагноз Поставить На базе Теорий Макарова Десять Секунд Сколько С точки Зарения Психосомологии Этого Подлилось Глубинный Реструктивный Анализ Методом 65 Изберителя Для того Чтобы Сделать Вывод Я Все Это Нужно Сделать Мгновенно А мне Здесь Не надо Ничего Я Просто Посмотрел И Сказал Что Она Будет Я Знаю Движок Изначально Решение Принимать Мгновенно Легко Ей Продать Конечный Инцидент Невозможно Интеллектуальный Активный То есть Конечный Инцидент Она Придумает Сама В любом Стоит Да Если Никогда Вы Не Перебьете Этот Конечный Инцидент Ей Нельзя Поставить Задачу Она Изменит Конечный Инцидент На Свой То же Самое Рак Сто Процентов Да Да Ничей Другой Никогда Бесполезно И будет Измененный Сценарий Сто Процент Хорошо Тогда Получается Те Которые Интеллектуальный Актив И Они Под Любой Конечный Инцидент Придумают Интеллектуальный Актив Да Абсолютно Верно Если Не Объясняют Что В конце Отдать Только Направление Просто Давать Интеллектуальные Активы Под То Что Они Делают Так Устроен Весь Бизнес В мире Только Все Это Делают Как Получилось Не Получилось А Это Можно Сделать Все Что Абсолютно Управляем То Поставил Тельцу Завтра Тот И Тот Вот смотрите Телец У него что Интеллектуальный Актив И заключение Сделок И заключение Сделок Правильно Я хочу Шпилить Бизнесменов Дайте мне По сути Своей Дайте мне Вот смотрите Сюда Дайте мне Интеллектуальный Актив Может Так Ситуация То есть Дайте мне Интеллектуальный Актив Чтобы Заставлять Других Людей Соглашаться Со мной С моей Точкой Зрения Или с моим Мнением А может Быть Что Другое А может Быть Другое Антеллектуальный Актив Пусть Они ищут Что Сами Эстонии Не понимают Конечного Инцидента Им Нужно Поставить Задачу Им Нужно Поставить Задачу Если Поставить Задачу Они Не Придут Они Сами Не С С Помощью Интеллектуального Актива Если У них Нет Конечного Инцидента А у них Обычно Нет Конечного Инцидента Инцидента Нет Никакого Альтруизма Полная Что Зависимость Друг от друга И успех Зависит От коллектива Именно поэтому От команды Потому что Согласно Теории Макарова Только Командой Можно Решить Любую Задачу Если Не владеешь Теорией Макарова А если Владеешь Теорией Макарова Тебе с любым человеком Знают только его что Дату рождения Тебе даже внешнего знать не надо Знают только дату рождения Ты совершенно точно знаешь Что ему нужно говорить Чтобы он сказал да Потому что Теория Макарова Гарантирует Горизонтально Сто процентные результаты На Приверповке Разведки Сто процентные результаты И Сколько лет она работает Сколько ей лет Лет 20 Теории Макарова 20 лет она Без сбойная Работает Достаточно Только дату рождения Человека Знать Дальше технологическая система Выстраивается Совершенно четко Решающая задача С человеком А если вы знаете И теорию Макарова Прикладную науку Тогда у вас и ручное управление Одной точкой В руках И мгновенное Военное управление При необходимости Тогда вы становитесь что? Просто непреодолимой силой Вот это эффект И непреодолимой силы О которой все всегда говорят Просто и со вкусом Давайте переходить в старое интервью Начнем с логи Что ты скажешь? Двух словах Сила и мощь Двух словах Больше не надо Олег, ты что скажешь? Финалинально Спасибо Это вообще Порадовало очень сильно Спасибо Я же не педняга Я же не знаю, что мне делать Да, я понимаю Меня похвалили Я давно директуальный актив Скорпион Меня похвалили Ну вот и делается Женое что? Ненавязчиво Постоянно Вот видите Не работает Теория Макарова Смотрите Только что я об этом говорил И тут же получил И тут же это получил Как год Пожалуйста Мирик, что ты скажешь? Ну тут можно раскрыть Козыры любого человека Это я вам только Это я вам Что? Только приподнял крышку Теория Макарова Только приподнял крышку Да Да Телега, что вы скажете? Ну в общем-то Достаточно интересно И как бы И зная многих людей И как бы Некоторые компании То в общем-то Она работает Единственное Еще непонятно Как бы да С этими капканами Потому что Ну наверное Есть некоторые Все-таки Ну знать надо Ограничения Скажем так Я вам скажу так Я вам скажу так Это совершенно не сложно Я возьму Я просто Сегодня у меня Ну как бы Не стояла задача Описать каждое Я хотел сделать Некое вводное занятие Вам По задаче Да Да Вот у меня как бы Стояла задача Сделать вам Некое вводное занятие Дать некое понятие Что ли Об этом О теории Макарова Что это такое Да Достаточно Такое Сильное Вот еще Такой в общем-то Момент Наверное Ну вот Как-то у меня Тройки И диагонали Что-то как-то Я вот Понять Что сильнее Что слабее В данном случае Ребят Тут нет Сильнее Слабей Ну я вижу Вот рак Лев Дева Рыба Водолей Козерог Или наоборот Допустим Вот Ну казалось бы По логике Вот так должно Работать Ну смотрите То есть смысл в чем Вы неправильно Вот А Получаются Тройки Ну Значит Надо проверить Я вам сейчас объясню Дело в том Что вы ее неправильно Применяете Дело в том Что теория Макарова Не предназначена Для того Чтобы кто-то был Слабее Или сильнее Она предназначена Для создания Да нет Слабее и сильнее По достижению Результата Я это имела Нет Вы не имеете Какого значения Вы как бы Вы сейчас Вы сейчас Внутри теории Макарова Да То есть вы как бы Считаете Ну Примеряете Оцениваете Да А нужно быть Быть вне ее Она со стороны От вас Они все Теория Макарова А вы этим Управляете При помощи Этих знаний Понимаете Так Управляется Наш мир На сегодняшний день Это система управления Нашим Цивилизацией На сегодняшний день Да Это система управления Цивилизацией На сегодняшний день Я думаю Можно сразу Четко сказать Если вы собрались Брать человека На работу Брать человека Привлекать его На работу Какие задачи Вы будете Ставить Вопросы И зная только Дату рождения Можно сразу Сказать Нет Не подходит На эту должность То есть он не подходит Почему Если он специализированно Собой не занимался Не изучал Славянскую Прикладную науку Если он Не прошел Академию Если он Не знает Вот этой Левой традиции Левой традиции Что все В принципе Трегируемо И все Не имеет Усердия Не имеет Времени Для того Чтобы Решать Эти задачи Зачем Подбирать Таких людей Найти А можно Вопросы 12 или понятно Число 16 число Ребята Это другая Система Как раз Это то Что называется Славянская Прикладная Наука 16 Это как раз Славянская Прикладная Наука То что вы Здесь Каждый день Изучает То есть Вертикальная Система Решения Задач Ярты Корейская Может Это Кусил Наверное Это как раз Яртыхана Есть В интернете Можно взять Есть На видео Просто Можешь Просто Взять На диск Себе Записать Посмотреть Введение Вертиху Есть И так далее Она И на этом Есть Пожалуйста Никаких проблем Я думаю Что я вас Как бы Сегодня Несколько Порадовал Побаловали Юля А ты что скажешь По поводу А я Во-первых Ни разу Не Вы мне Никогда Не объясняли Теорию Макарова Мне передавали Только Основные Постулаты Знаков Зодиаков Ну И конечно Вот так Чтоб она В систему Уложилась В единое Целое Да Очень ярко Я впечатлена Хочется Еще Разбираться Дальше С ней Много Я думаю Еще Потайных Таких Моментов Которые Сразу Не Увидишь Нет Мы начали Я вам Потихонечку 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 Просто Дал Принцип Управления Все говорят Что нами Управляют Некие Тайные Общества Масоны Ребята Это все Глупость Нами Управляют Знающие Люди Точнее Ими Управляют Знающие Люди Нами Не управляют Да То есть Ими Управляют Знающие Кстати Интересно Вот что Макаров Накопал То Что они Не Про это Знают Поэтому Систему Засекретили Если бы Это было Известно То она Осталась ДСП Или секрет Она стала Друглифованной Совершенно Секретной То есть Он Выкопал Полную Систему Полностью Которая Не сохранилась До сегодняшнего Нет То есть Он Поставил Точку В исследовании В том То все И дело А потом На базе Этой теории Макарова Он делал Прогнозы Поведение Социума Делал Все что угодно Все что угодно То есть Ему достаточно Макарову Десять минут Открыть сайт Знакомств Посмотреть Знаки Зодиака Которые Там Настоящий момент Времени Ну Так сказать Располагаются Под это Сделать Некий Профиль Под это Сделать Выставить Это На сайт Знакомцев Будет 57 тысяч Предложений Через 15 минут Будет Срыв Ну как Один из вариантов Применения Теории Макарова Возьму Понять А вообще Она не предназначена Теория Макарова Для работы Что В неких В неких Системах Типа интернет Это Инструмент Личностного Контакта Личностного Контакта Инструмент Управления Людьми Менеджмента Негласного Незримого Тайного Менеджмента Когда Ты ничего Не делаешь Вообще Никому Не командуешь А все Рады Выполнять Твои Распоряжения Потому что Ты не ставишь Им задачи Которые Противоречат Этому Рисунку Вот и все Просто И Достаточно Незримого